Продолжение следует... Первый вопрос. Есть что-то в нашей стране, что вас не устраивает? Меня как специалиста молодого, я вот закончила институт, меня беспокоит проблема нашего зала, в котором я работаю. Я приехала из Санкт-Петербурга сюда работать, и зал вообще находится в аварийном состоянии, скорее всего, его скоро закроют, и где работать, тоже не знаю. Но при этом я молодой специалист с высшим образованием, закончила институт Лескофта, и вот такая вот у нас проблема. И помимо этого, как и молодых всех людей, мне кажется, что очень дорогое жилье у нас, чтобы его купить. Вот это вот одна из, мне кажется, очень больших проблем в нашей стране. Так, и второй вопрос. Грусь или голосовать, если Владимир Путин будет баллотироваться с президентом, за него? Ну, я надеюсь, что он как спортсмен, я думаю, что если он нас поддержит, то, конечно, будем голосовать за него. Спасибо. Здравствуйте. Такой вопрос. Есть ли что-то, что вас не устраивает в нашей стране? Ну, основные проблемы, на ваш взгляд? Основные проблемы? У меня много, в принципе, проблем, что не устраивает. Например, пенсии, которые выплачивают пенсионерам по 4 тысячи, можно у них прожить? За квартиру сколько начисляют? Вот это основная причина такая. Понятно. Ну, то, что правительство, конечно, как бы повышает в последнее время, это, конечно, хорошо, это плюс, но все равно 4 тысячи людям прожить на них просто невозможно. Так, и второй. Будете ли вы голосовать за Владимира Путина на выборах? Да, я буду за него голосовать. Спасибо. А как зовут вас? Евгения. Спасибо. Здравствуйте. Первый вопрос у нас. Что в жизни нашей страны вас не устраивает? Есть ли что-то? Ну, не знаю. Меня пока все устраивает в этой жизни. Я служу в армии и, в принципе, по контракту я покажу. А, и второй вопрос. Будете ли вы голосовать за Владимира Путина на выборы в президенты нашей страны? Ну, без вариантов. Это именно или Путин, или Медведев ходил в президенты. Но, а вы конкретно за кого хотели бы? Ну, на данный момент, так как Медведев уже заканчивал, буду за Путина. Спасибо. А зовут вас как? Евгений. Все, спасибо. Здравствуйте. Можно вам пару вопросов задать? Можно. Здравствуйте. У нас... Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Наталья Владимировна. Приятно. Первый вопрос. Что у вас... Ну, в жизни нашей страны есть ли что-то, что вас не устраивает? Меня не устраивают маленькие пенсии. Плохо. Плохо работает. Ужихиха. Понятно. Еще что-то? Многое что не устраивает. Не буду рассказывать. Понятно. А на выборы президента вы пойдете? Да, буду. Будете ли голосовать за Владимира Путина? Буду. Все. Спасибо большое. До свидания. Мне очень нравится. До свидания. На это самое... Не срослась. Думаю, может быть, я даже и голосовать не пойду. Угу. Понятно. А так вообще за кого хотели бы? Ну, не знаю даже. Ясно. Понятно. А за Владимира Путина проголосовали бы? За Путина? Да. Ну, он ничего плохого не сделал. А вот что вам не нравится в нашей стране, ну, в жизни? Там, допустим... Сынок. Здравоохранение. Здравоохранение. Ну, я понимаю, что вам есть много чего сказать. Я проработала в больнице 40 лет. Угу. И коснулась мне идти с переломом. И вот, видите, я второй год хожу с переломом руки. Угу. Это как-то можно? Ну, это здравоохранение у нас плохое в нашем городе. В нашем городе. В Питере, говорят, намного лучше. Поехали в Ленинград. Пять снимков хорошие были. А рука не срослась. Ну, да. Не надо водку жрать на месте. Да. Когда работает. Угу. А он был пьяный. Понятно. Ясно. За кого я буду голосовать? Ну, да. Понятно. Добрый день. Здравствуйте. Можно задать вам пару вопросов? Да. Что... Первый вопрос. Что... Есть ли что-то, что не устраивает вас в жизни нашей страны? Янство разврат и наркотики. Ну, я... Дороги, вы посмотрите. Это даже на комбинах не пройти. Ну, да, действительно. Понятно. Что еще, может быть? Цены. На что? На квартиру молодой семье. Я не так... Ну... Не, можно сказать, денег не будет хватать, чтобы устроиться. Жить вместе. Понятно. Ясно. А и второй вопрос. Будете ли вы голосовать за Владимира Путина на выборах в президенты? Да. В этом году? Да. Понятно. Все, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok